Здравствуйте, друзья! С вами 3D News Daily, и в этом выпуске мы расскажем о главных новостях мира хай-тек за прошедшие сутки. Компания Valve откладывает релиз Steam Machines на 2015 год. Соответственно, джойстик Steam Controller тоже не стоит ждать раньше. В общем, корпорация Гейба Ньюэлла пересмотрела свои замыслы и не торопится с релизом интересной приставки. По словам Эрика Хоупа из Valve, геймпад решили изменить после предварительных тестов. Оказалось, что его можно серьезно улучшить, чем, собственно, и занимается сейчас ответственная за его разработку команда. Напомним, особенность джойстика в том, что он не имеет аналоговых стиков. На их месте расположены две сенсорные площадки. Они дают большую точность, но привыкнуть к ним — целое дело. Также задержку с запуском Steam Machines связывают с медленным портированием игр на операционную систему SteamOS. Библиотека пока еще слишком мала. Остается ждать, ждать и еще раз ждать. Это очень в духе Valve. Кстати, где наша Half-Life 3? Google представила машины без руля и педалей. После многих лет тестирования систем автономного управления авто на моделях Toyota и Lexus, компания решила пойти несколько дальше. Лаборатория Google X занимается разработкой особых проектов компании. Например, очки, дополненные реальности Google Glass — это их работа. Теперь же отдел представил машины, управляемые только автопилотом. Правда, в сотне тестовых прототипов, которые будут испытываться летом, руль с педалями все же предусмотрен — вдруг что-то пойдет не так. Прототипы представляют собой двухместные концепты, обвешанные камерами и сенсорами. Что интересно, машина сделала сама Google без участия традиционных партнеров из японского автопрома. Все это делается в рамках стремления Google снизить аварийность и смертность на дорогах. По всему миру в автокатастрофах ежегодно погибает 1,2 миллиона человек. Google надеется уменьшить эту цифру на 90%, ведь искусственный интеллект думает и принимает решения быстрее водителя, а главное — уменьшает число случайностей, которые принято называть человеческим фактором. Microsoft представила новую функцию Skype — автоматический переводчик в реальном времени. Skype Translator практически без задержки переводит речь собеседника на выбранный язык. Правда, пока что можно выбрать только немецкий и английский, но CEO Microsoft Сатья Наделла обещает, что в ближайшем будущем список языков будет стремительно пополняться. По его словам, люди стремились перешагнуть языковой барьер еще с тех времен, когда вообще научились говорить, и наконец-то у них это получится. Под конец этого года функция будет доступна всем пользователям Skype в бета-режиме, но никто не обещал, что это будет бесплатно. Даже наоборот, скорее всего, за Skype Translator придется заплатить. Другие новости ждут вас на 3dnews.ru. До встречи завтра!